Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я допустила обложность, государь Оказывается, ты так коварна Ты подала яд к моему столу Ты убила уважение к себе, Махидоран Хюрем, султан, как бы нам не опозориться Хюрем, султан, не надо Ради Аллаха не стучи Открой, Ибрагим Учти, недолго скатиться С высоты, на которую ты взошел, Паша Ох, и возьмусь же я за тебя Хюрем Хатун Не грози мне Действуй И мы увидим твою силу Глотая большой кусок Не говори высоких слов Никто не сможет встать между мной и султаном Мне не встать Но помни охотить же султан И жди Не отворачивайтесь, повелитель Я скучаю по вашему лику Простите, жаль здесь под несчастной рабыней Для меня ваша холодность больнее пытки Халид Эргенч Небахат Чехре Мирьем Узерли Окан Ялабык Нур Айсан Сельма Эргеч Сема Кечик Карабель Филис Ахмед Селим Байрактар Саадет Ишил Аксой Нихан Бюкаач Бурджутуна Селена Стюрк И другие Селена Стюрк Селена Стюрк Селена Стюрк Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тимур Савджи Режиссеры Ягмур Тайван и Дурул Тайван Великолепный век Великолепный век Ты еще не легла спать? Дети уже уснули Я ждала тебя И совершенно напрасно А почему здесь этот поднос? Я сейчас уберу Нет, не утруждай себя Ни хримах там плачет Не нужно пугать нас, Хюрем Меня Следует бояться Государь Государь Кто-то решился побеспокоить вас, государь? Нет, Ибрагим Внутри душно вышел подышать Где ты был? Я тебя не нашел Перед поездкой в Паргу Пришлось сходить на рынок А когда вернулся, решил, что Не стоит вам мешать Когда ты отправишься в путь? Если позволите, повелитель То завтра же и отправлюсь Почему такая спешка, Ибрагим? Чем быстрее я поеду, тем скорее вернусь Вы не против поездки? Я не против Только не отлучайся надолго Всего нельзя предугадать Иногда невозможно вернуться Ты вернешься, Ибрагим Не то я пожалею, что тебя отпустил О чем они говорят? Не думаю, что о вас, моя госпожа А лучше бы о нас И пришел бы конец мученьям Вот бы не опасаясь и не скрывая ничего Высказать то, что бывает в глубине души Госпожа, такой день настанет Надо подождать Я чувствую, что Нам больше не суждено увидеться Он такой грустный КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, госпожа. Госпожа, всё хорошо? Да, замолчи. Гюль-Нихаль, останься. Присмотри за Мехметом. Я ненадолго. Куда ты? Ладно, Мехмет, иди ко мне, шехзаде. Нигер-Калфа, пойдёшь со мной. И куда же мы теперь отправимся? А ты не знаешь? Вчера Махидевран Султан... Замолчи. Я запрещаю говорить о ней. Да помилует нас Аллах. А ну-ка, девушки, встали в ряд. Доброе утро. Есть успехи? Да, госпожа. Госпожа, мы за вас молимся. Я как-нибудь приду на занятия. Освежу в памяти знания. Будем ждать, госпожа. При вас учителя будут с нами любезнее. Видели? Госпожа вся светится. Вот что значит провести ночь с мужем. А Юра, думаете, знает? А то как же. Ох, увидеть бы её лицо. Ну-ка, девушки, учителя вас ожидают. Госпожа, вам надо поесть хоть немного. Не хочу. Скажи, пусть унесут. Гюльфы Мхатун, прошу прощения. Ибрагим Паша просил передать вам это письмо. Что тебе нужно от Ибрагима Паши? Он уже не хранитель покоев. Он теперь великий визирь. Второе лицо после падишаха. Поссоришься с ним, тебе конец. Да и Паша покинул сегодня город. Испугался. Сбежал как трус. Ты вскоре увидишь, кому конец. Ради Аллаха ни слова и ступай. Хюрем Хатун. Не удалось вчера попасть в покой султана. Напрасно спешила. Ты жалкая рабыня. Держись, Юре. Держись. Иди, оставь меня. Держись. Моя госпожа, властительница моего сердца, я не смог набраться храбрости проститься с вами. Я отбываю в Паргу, отправляюсь на поиски своей семьи. Если найду их, буду рядом с ними переживать свою боль, отбывать свое наказание. Хоть я и дал вам слово, что найду решение, даже если придется спуститься в преисподнюю, я проиграл, моя госпожа. Власть моего повелителя превыше всего, и я не вижу для нас выхода. Я не смог утереть ваших слез. Не смог открыть для вас райских садов. Камни этого дворца обрушились на меня. И ваш беспомощный раб погребен под грудой этих камней, госпожа. Я могу поклясться только в одном. Любить вас до последнего моего вздуха. С благоговением целую ваши руки. Уважаем. Парагандин. Любить вас до конца. Уважаем. Б collariero. Эти разковица. Уважаем. 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 Повелитель, Хюрем, Султан, пожаловали. Пусть войдёт. Повелитель. Я должна сказать вам что-то очень важное. Подожди. Повелитель, я Ибрагим Эспарги, сын греческого рыбака Манолиса. Ибрагим, с которым вы познакомились в Манисе на охоте. Ибрагим, служивший в провинции Сарухан. Этим письмом я прошу освободить меня от званий и почётных должностей, на которые вы меня великодушно назначили. Я отправляюсь на поиски своей семьи и, сохраняя верность по отношению к вам, отказываюсь от безграничных возможностей, что предоставила мне Османская империя, которые отдали меня на служение. Повелитель, я не вернусь обратно. Ибо каждый миг моего пребывания в вашем прекрасном дворце стал причиной неимоверной боли для меня. Глубокое уважение и привязанность к Хатиджа Султан поставили меня в безвыходное положение. Я не могу избавить её от боли, а взирать издалека на её страдания хуже смерти. Повелитель, я отказался от себя, от титула. Не гневайтесь. То, что меня ждёт, станет жертвой Хатиджа Султан за пролитые слёзы. Повелитель, пришли плохие вести? Эбрагим, ты меня предал? После всего, что мы с тобой испытали. Не верю. Он уехал, Гюльфан. Как он мог? Я потеряла мою любовь. Он наверняка вернётся. Вот увидите. Он не сможет вас покинуть. Но почему он уехал так неожиданно? Может, он с братом поговорил? Подождём. Пока рано волноваться. А если он не вернётся? Он не должен был меня оставлять. Только один намёк. И я пошла бы даже в преисподнюю за ним. Успокойтесь. Это письмо от Эбрагима? Он предал вас? Простите, господин. Вы сердитесь на меня? Тебе что надо? Говори, зачем пришла? Простите. Я хоть и Джо Султан хотела поговорить. Она грустит всё время. Её жених серьёзно болен. Или есть другая причина для печали. Как ей можно помочь? Если ты всё сказала, можешь удалиться. До утра. Не смыкая глаз, я тебя ждала. Идём. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА У Махидевран сегодня хорошее настроение. Утром она показалась мне счастливой. Слава Аллаху, Мустафа здоров. Надеюсь, она оценит то, что я для нее делаю. Стражник! Сейчас же позвать ко мне писаря. Я напишу письмо. Вы Лиды. Хюрем, что-то произошло? У меня важный разговор. Слушаю. Меня Хатиджи Султан беспокоит. Она грустит, а я знаю, чем помочь, Валиды. Хюрем, Хатиджи Султан, не тяни. Хатиджи Султан и Брагима Пашу тоже любят. Пусть они будут вместе и счастливы. Все это пустая болтовня. Замолчи сейчас же. Это не твоя забота. Иди. Твое дело, дети. Госпожа, не придавайте значения словам Хюрем Хатун. Поскорее приведи Хатиджи ко мне, да я. Госпожа, не придавайте. Валиды, вы просили меня... Иди, оставь нас наедине. Это так? О чем вы, Валиды? Ибрагим Паша утром покинул дворец. В письме, адресованном моему сыну, он признался, что влюблен в тебя. Хатидже, будь со мной откровенна. Скажи, ты знала о чувствах Ибрагима Паши? Ответь мне, Хатидже. Ты страдаешь от тех же чувств? Уйди с глаз моих. Валиды, позвольте сказать. Не стоит. Ты будешь только оправдываться. У тебя просто нет ни капли стыда. Уходи. Госпожа. Они знают, Гольфэм. Они все знают. О, Аллах. Мне нужно поговорить с государем. Я попрошу его помиловать Ибрагима. Госпожа. Сообщи к государю, что я пришла. ПОДПИСЫВАЮТСЯ Пусть Ганец к Ибрагиму Пашине медленно отправляется в путь. Повелитель, Хатиджа-Султан пришла, просит аудиенцию у вас. Госпожа, повелитель очень занят. Приказал вам вернуться в свои покои. Мне нужно, чтобы он меня принял. Для меня это важно. Но Султан приказал вам удалиться. Воспоминания стали для меня тайной религией. Очиститься от грехов, вернуться ко временам невинности, совершить паломничество. Теперь я в море, изменившем мое существование, и смотрю на свою жизнь. Я Ибрагим. Сын Манолеса и Софии, возвращающийся в родную Паргу. Семнадцать лет я не видел лица матери. Я избегал зеркал. В своем лице я искал забытые черты моего брата, матери, отца. Отыскивая их, я сам потерялся. Я не смог вернуться. Не смог взять их за руки. В моей голове звучит мелодия скрипки, которой меня обучила матушка. Это единственный дар родины моего детства, с которой меня похитили. Я Ибрагим. Что значит вернуться? Куда человек возвращается? Можно ли вернуться в прошлое? Или же судьба указывает лишь то, что впереди? Где те места, откуда ты пришел? Парга. И куда стремишься вернуться? Увидишь ли ты их? Будет ли сердце тебе компасом? Сможешь ли ты найти дорогу домой, не забыв места, по которым уже проходил ранее? И помнят ли тебя еще море, порт, куда ты причалил, дом, который ты обрел? Примут ли они тебя, защитят ли? Вернуться – это не только возможность, это необходимость, Ибрагим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok